Над моделью робота-погрузчика Семён Каримулин и Григорий Жерлицын трудились несколько месяцев. Именно он принёс им победу на фестивале Робофест-2018. Модель не радиоуправляемая, она работает на цветовых сенсорах. Робот с лёгкостью не только следует по заданному маршруту, но и собирает кубики определённого цвета. Задача юных техников – отладить работу сложного механизма. В процессе создания робота у нас появляется проблема с отладкой важных элементов, которые у нас появляются в момент сборки. Мы по отдельности отрабатываем каждый элемент программы, потом их всё вместе совмещаем, и у нас получается готовая конструкция, готовая программа. Мне с детства нравилась инженерия, я любил роботов. Мне всё это всё время нравилось, и вот когда в шестом классе я решил записаться на кружок роботехники. Потому что для меня это всё с детства было увлекательно, и я вообще хочу связать с инженерией роботехники свою жизнь. Оба подростка – лауреаты премии главы города. Свои таланты раскрыли здесь, на станции юных техников, которой в этом году исполняется 50 лет. Кружок робототехники существует с 2012 года. Обучение многоуровневое, от простого к сложному. Сначала ребята мастерят радиоуправляемые модели из конструктора Лего, а дальше переходят к проектированию и моделированию авторских роботов. Мы участвуем в программе «Инженерно-технические кадры инновационной России». В этом году начали сотрудничать с Петербургским Центрально-научно-исследовательским институтом робототехники и технической кибернетики. И стараемся принимать участие в большинстве, на мой взгляд, интересных робототехнических соревнований. Сейчас юные техники создают новые модели роботов. Это по-настоящему уникальные экземпляры. Детали для новых изобретений печатают сразу на нескольких 3D-принтерах. У Семена Каремулина и Григория Жирлицына особая задача. Они готовятся ко всероссийским соревнованиям по робототехнике и технической кибернетике. Уже полностью готова и просчитана компьютерная модель будущего изобретения. 3 марта анапские юные техники будут защищать честь курорта в столице. Руслан Душевский, Анапа. Регион.